Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ, в частности к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и в принципе к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересны люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции, в принципе о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от полумиллиона рублей. Плачу на карты банка в РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе все по классике. Ватсап в приоритете для общения. Телеграм, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот телеграм-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов. Куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Меня зовут Владимир, я журналист. Можно снимать? Если есть какие-то ко мне вопросы перед началом интервью. Повесить насколько можно? Да, можно. Опусти воротник. Вот так вот уже. Лучше. Если есть какие-то ко мне вопросы перед началом интервью, можно задавать. Да нет, в принципе. Можем на «ты», можем на «вы». Как удобно. Если вопросов ко мне нет, даете ли вы добровольное согласие на записи публикации нашего. Да, конечно. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы. Это секретная информация. Вам она не нужна. Так что вот так вот. Алло. Вы кто? Я. Сейчас на WhatsApp прислали, сообщил. Как вы думаете? Да. Я не знаю. Я журналист. Что? Журналист. Ну, и дальше? Вы голосовое не прослушали от сына своего? А вы зачем мне звоните, если вы журналист? Дальше. Вы от сына от своего сообщения прослушали? Сегодня? Только что. Там фотографию, я вам прислал и сообщение. Я вам не звонил. Я вам отправил сообщение. Высветился. Правильно. Я вам сообщение отправил. Хорошо. Хорошо, я сейчас прослушаю. Хорошо, спасибо. Все. Ждите звонка. Мобилизованный контракт? Контракт добровольно подписал? Никто не заставлял? Нет. Сам пришел? Ну, по повестке пришла. По повестке? А, по повестке приходишь, тебя спрашивают? Ну, предложили контракт, да, сказали на охрану города. Мотив подписания контракта? Да это что-то как-то. Свои причины были, а дома отличься от силы. Скучно стало? Ну, не то, что скучно. Свои кое-какие там проблемы были. Но вообще развлекся? Нет, конечно. Знал, что так все получилось, не подписывал. А что ты думал будет? Ну, точно то, что ничего хорошего. Думал будет что-то хорошее? Нет. Ну, что ты там как-то себе представлял? Ну, что же, ты потом уже понял, что это ни к чему сегодня было. Сколько провоевал в совокупности? 21 октября подписал, 30 октября попал в плен. А учеба какая-то была, может быть? Вообще ничего? Ничего не было. Это уникальный какой-то случай. У тебя какой-то боевой опыт что ли? Да. А в армии вообще служил? Да. В армии служил. Так а как, забрали с военкомата и сразу на передок что ли повезли? Да. Ну, там обычно просто заезжают какие-то учебы? Два дня было просто и все потом. А, ну, два дня было. Пару дней. Пару дней это уже киборг. Ну, говорили, что на передок не будут отправить, просто в охрану города. Типа, наверное, когда... В охрану города. В охрану города. Охранники. Охранники-копатели. Ну, отправили. Куда отправили? В Авдеевку. В Авдеевку. М-м-м. А это все еще. Много штурмов поучаствовал? Нет, в одном. И то раненый был в блинаже силы. Это какого числа штурм был? 30-го отправили и 30-го в плензель. 29-го отправили и 30-го в плензель. 29-го декабря? Нет, в октябре. Октября? А, октября. Понял. Как развивались события? Сколько у вас было? Вообще, что это за часть у тебя? Полк, подразделение как называется? Стрелковый. А номер какой-то есть? 21-й. 21-й стрелковый полк чего? Казани? Нет, просто 21-й стрелковый полк. Сколько у вас пошло на штурмах? Ну, порядком человек 40, наверное. А какую позицию должны были взять? Поменять должны были. А? Другую бригаду должны были поменять, позицию занять. А, типа ротация, да? Да. Угу. Все раненый был. Блиннажи сидели, у меня в кольце есть блиннажи. Одного оставили, типа? Пришли наши? Да, окружили гранаты, закидали блиннаж. Все, по дулам. Автомат вышел. А, я понял. Ничего веселого. Просто тебя ранили, ты оставил? Да. А двухсотые, трехсотые еще были? Видел? Ну, по дороге, когда шли, да, двухсотых видел. Нет, ты имеешь в виду, что по дороге, которые лежали просто там на обочине? Да. Не, я имею в виду из ваших. Нет, нет. Пришли, а как тебя ранило, чем тебя ранило? Осколками. Что-то прилетело? Мина? Да, когда через поле шли. Через посадку. Тебя одного ранили, получается? Ну, мы вообще пошли в группы, и потом, когда обстрел начался, все растерялись, куда-то потерялись. У нас проводник был, проводник у нас пропал. А, вот так вот. Понял. Нацистов видел? Угу. Натовцев. У вас же по телевизору говорят, что здесь нацисты и натовцы. Я не смотрю на телевизор, сейчас. Непаль, с ним не выдвигаюсь. Так себе представлял войну? Да не так примерно. Пошел бы еще раз? Нет, никогда. А сейчас вернут тебя по обмену, скажут. Друг мой, ты же контракт подписал? Буду выход искать, что мне не возвращаться. Знаешь, как считаешь, тебе вообще повезло? Ну, если честно, да. Что остался живым и не попал. Самое главное, что живым остался. А как оцениваешь шансы не остаться живым? Не остаться то, что живым не вышел. Ну да. Ну не выжить там. Не выживешь, мне кажется, вообще ничего. Не, не, ну провоевать год и выжить, сколько шансов? Шанс процента два. Процента два. А из этих двух-трех процентов остаться живым и целым? Ну с ручками, с ножками, все как полагается. Ноль, мне кажется. Близиться к нулю, да? Это я для тех, кто, ну может, хочет повторить твой путь. Я бы не советовал, если честно. Приветствую всех. Хочу сказать огромное спасибо компании «Космолод» за то, что поддерживают нашу программу по выплате вознаграждений нашим бойцам, нашим защитникам, которые пополняют обменный фонд. Очередной транш денег они закинули нам в банку. Спасибо за это. Вообще восемь месяцев «Космолод» с нами, восемь месяцев помогает нам. Хочу также передать привет и спасибо всем компаниям, которые помогают нашим силам обороны. Спасибо. Компания «Космолод» крутые. Давайте перезвонить матери твоей. Матери, да? Маму, да? Молочный дом с детьми семьей. Правда? Киев вас посещают, мысли гениальные, когда вы здесь в плену находитесь. Алло. Алло. Чего вы видео остановили? Сына не хотите увидеть, что ли? Хочу, сейчас. Вы знаете, что он в плену вообще, да, находится? Да, знаю. Давайте я вам еще раз, а, все, есть. Есть, есть, видим вас, все. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины, ваш сын у нас в плену. Вы желаете поговорить с ним? Хотите поговорить с ним, говорю? Да? Да, да. Разговор у нас под запись и для публикации происходит. Привет. Как дела? Нормально у тебя как дела? Нормально, а ты где? В больнице что ли? А? Ты в больнице что ли? Ну мне надо к врачу зайти, да. А дома как дела? Дома все нормально. А бабуля как, дети? Дети хорошо, бабуля тоже хорошо. А ты в военкомат ходила? Да. Ну что сказали? Отправили, все сделали. Что отправили сделали? То, что просил? Нет, военкомат. Военкомат одни все сделали. А этот? Статус военно-пленного присвоен? Статус присвоен военно-пленного? Да, да, все сделали. Мам, дай мне Юлин номер, пожалуйста. Продиктовать. Не надо, продиктовать сможешь? Нет, не смогу я. Зачем диктовать? Можно сюда прислать его? А ты сможешь прислать по WhatsApp? Я не умею. Да, ну приду, подправлю название. Нет, нет уж, я потом не смогу тебе позвонить. Не получится. Ты не помнишь ее? Нету. Ну вот зайди в записную книжку продиктовать как-то, Илья. Это не умею я, Игорь. А ты какого врача сидишь? Что случилось-то? Да мне справку надо взять. На работу. Хорошо. Дети звонят? А? Дети звонят? Милана звонит. А Юляна? Юляна на меня обиделась. Зачем? Ну я ей кое-что сказала. Ну я не могу по телефону. Вот когда придешь домой, ты до пол. А Юля что-то хотела про нее сказать? Что не скажу, когда домой придешь, что-то скажу, Игорь, ладно? Тоже с детьми что-то что? Нет, с детьми все нормально. А по поводу меня что-то? Ай. Ай. Нет, нет. Я не могу, тут народу много. Ты вообще с ней не общаешься-то? Нет. Все понятно. Тебе все привет передают, все переживают за тебя. Все тебя очень любят и ждут. Ну ладно, военкомат торопитесь там, это министерство тоже. Они все отправили в министерство обороны. А когда отправили? Когда? Теперь надо звонить ежедневно в министерство обороны и просить, чтобы забрали вас из плена. Когда? Вчера. Надо теперь звонить каждый день в министерство обороны, чтобы быстрее все это двигалось. Через Красный Крест будем пробовать. Нет, Красный Крест это не тот путь. Красный Крест это не то. Красный Крест не производит обмены. Все хорошо. Хорошо. Все что делали, все что нужно, нам помогли, мы все сделали. Хорошо. Ладно, мам. Всем привет большое передаю. Я вас люблю, скучаю. Ну давай, пока. Давай, пока. Пока. Спасибо большое. Не за что. Я вас спросить хотел тут. Вы понимаете, что у вас сын на войне побывал, нет вообще? Да, понимаю, конечно. А зачем? Вы как мама не хотели его отговорить? Так он меня не спрашивал. Не спрашивал. А если бы он погиб? Мог же? Ну, мог. Мог. Вы как-то так спокойно об этом говорите. Он же меня не спрашивал, он же меня поставил перед фактом. А если бы спросил? Я бы не сказал, я бы не пустил. Не пустил. Ну, ладно. До свидания. Спасибо. Я уже не спрашивал, зачем эта война. Я неделю как бы отработал с вами уже все последнее. Утомился это все слушать чепуху, который мне пересказывают с российского телевизора. Тем более, утомился с ним. Как вы думаете, правда вам по телевизору там говорят? Нет. Я думаю, что нет. Пусть это будет краткое интервью. В завершении я всегда предлагаю обратиться к людям. Ну, у вас же есть люди, которые там друзья, приятели, там товарищи или просто люди, которые вас знают в лицо из вашего населенного пункта? Есть, да? Есть. Я в таком случае предлагаю обратиться к людям, которых вы лично знаете или которые могут знать вас, да? И на основании своего опыта просто посоветовать идти сюда воевать или лучше не стоит? Нет, я обращаюсь всем, кто меня знает. Нет, не стоит идти ни на какую войну, ни за какие деньги. Это хорошим не приводит. Дай Бог вернуться живым. Всем, кто ушел. И лучше быть дома, найти работу достойную и жить с семьей и с детьми. Не надо этого делать. Всеми способами. Думаете, поверят вам? Ну, я думаю, если кто задумается, мне кажется, да. Нет. Они будут думать, что я вас заставил это говорить. Ну, или кто-то вас заставил. Заставил? Нет, конечно. Это от меня все. А автоматчики? Ну, у каждого свое мнение будет, пускай. Ну, вон автоматчик стоит. Он же тоже вас заставил, наверное. Никто не заставил. Вон еще один. На потолке сидит. Каждый в своих главных плечах. Я просто от себя сказал, потому что я там побывал, я знаю, что это такое. Ну, пошел. Ну, ты это, так чисто по приколу, да? Что больше не поедешь. Сейчас тебя вернут снова, поедешь. Нет. У меня трое детей нет. Так я же о том и говорю, у тебя трое детей. Сколько полных лет тебе? Тридцать шесть будет, тридцать пять сейчас. Тридцать пять лет. Трое детей. Ну, по-разному детей. Ты понимаешь, что они могли без папы остаться? Вот именно то, что потом только начинаешь задуматься. Что-то. Реально могли. И что? И ничего? Ну, ничего. И оставь без отца рост, как бы. И теперь понимаешь, что это такое. Если в самом деле не случилось. Зарабыв. Я имею ввиду, заработал бы. Ну, ты же сюда поехал, потому что денег надо было заработать. Да нет, если честно, даже не дай денег. И я понял, у тебя там какие-то семейные проблемы. Короче, там мама с женой что-то не ладят. Ты с женой тоже что-то там не ладил, да? Я так понял, что... Ну, я в разу, я с ним там уже как-то не общаюсь. Детей как бы запрещал видение. Так сложилось. Понятно. И ты психанул, решил пойти повоевать? Да не то, что повоевать. Просто говорили одно, а получилось все одно. Ну, правильно. Говорили, поедешь поохраняешь, денег заработаешь. Правильно? Ну, то есть я... Это рациональный вывод с моей стороны, что ты денег поехал заработать. Про стрельбу, там, прописываешь на флорне. Нет, это так... Это никому не говорят. Если бы они вам говорили как есть. Если бы они вам вообще сказали как есть. Мы идем захватывать территории чужой страны. А вы, короче, пушечное мясо. Погнали. Так оно так и есть. Ну. То, наверное, вы бы чуть-чуть по-другому смотрели бы на эту ситуацию. Да, они не пошли в отпуск. Да. Так вам рассказывают защита, охрана, гуманитарка и что угодно. А потом все раз и на нуле. Фух. Ну ладно. Тебе повезло. Надеюсь... Надеюсь, я тебя больше здесь не увижу. Хотя, ну, я почти уверен, что второй раз тебе так не повезет. Иди. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Так, семейное положение. Семейное положение, семья, есть семья, жена, дети. Ну, это кто отписался? Это моя супруга. Это жена? Да. Написала хорошо, значит, все нормально, созвонимся. Ну, мы же сказали 20-30 минут, поэтому... Ну, да. Так, есть жена, дети, да? Есть жена, дети, трое детей. Трое детей. Ого. А разве с тремя детьми призывают? Ну, у нас, видите, вот, видимо, раз призвали, уже есть. Потому что я и обращался и писал письмо, куда нужно, куда пишут письмо. Таких вопросов задавал этот вопрос, сказал, вот, трое детей у меня, статус многодетной семьи получил, все равно, вот, нахожусь здесь. Хотел находиться? Конечно, не хотел. Конечно, не хотел. Никто, война, она никому не нужна. Нет, но кто-то хочет. Ну, кто-то хочет, я этого, каждого, каждого права. Ну, да, да. Это лично мое мнение, я, конечно, не хотел. Я лично ваше мнение и спрашиваю, я же не спрашиваю, всех мнений. Так, куда мобилизовали, контракт подписали? Ну, меня мобилизовали в 2022 году. 23 сентября пришла повестка по мобилизации. И пришлось как ехать, уже дома сидеть не получалось, потому что кто не поедет, сказали, будут сажать в тюрьмы. Ну, под таким предлогом, чтобы не сидеть в тюрьме, чтобы детей своих в школе не тыкали пальцем. пришлось выехать. Сказали, едем на три месяца, будем стоять на третьей линии фронта. И вот три месяца продолжается, уже второй год. Серьезно? А в каком году ты поехал? В 2022 году, 23 сентября, мне пришла повестка. Из дома выехал я 25 сентября 2022 года. Дальше что было после того, как выехал из дома? Ну, выехал, поехал в часть нашу, где мы... А как называется часть? В Чечне, Чеченская республика, станица Калиновская, там есть такая часть, 71 полк. И там прошли какое-то время обучения, там в течение недели, наверное, и все, мы были отправлены в зону СВО. А куда? Ну, мы выехали сперва, ну, мы были в направлении, в Донецком направлении изначально. Донецкое направление, но точно не знаете, да, назвали? Александровка вроде бы, деревня какая-то была. Так, и что, вы там стояли просто? Просто находились, не знаю, я в течение месяца там был, в течение месяца я получил ранение и был эвакуирован в Российскую Федерацию. А как получил ранение? Ну, так в обеспечении шли, под обстрел попали ночью. Ну, ночью обеспечению. Что-то везли куда-то? Нет, несли. Несли? Да, там в мешке там вещи были, каски такие, каски обеспечения. А еще кто-то получил ранение? Нет, еще вроде никто не получил. Один? Да. И с тех пор приехал в часть, находился в части, после отправили меня в командировку, 6 месяцев был в командировке в Российской Федерации. И 25 декабря 2023 года покинул Российскую Федерацию, приехал 26 декабря также, да, в этом году, в 23 году, выехал из дома я в Запорожье. Я что-то вот не очень понимаю, а почему такой длительный период? Находился на территории? Ну, нет, во-первых, во-первых, у вас контракт какой-то или что? Нет, я мобилизованный. Мобилизованный? Мобилизованный на какое-то определенное время или на бесконечное? Мобилизация до объявления демобилизации. Короче, это бесконечно. Это бесконечно. До конца. До конца. Понял. То есть, если мобилизованный, получил ранение, отправился, его полечили, он вылечился. Потом какое-то... Что это было за вот это 6 месяцев в России? Это командировка была. Что это за командировка? Ну, у нас отправились части вот в командировку, в госпиталь мы в обеспечении, там стояли медперсонал охраняли. Угу. Это где-то в России? Это у нас, да. В России. Понял. Это у тебя подразделение Ахматы, что ли? Нет, это 71 полк, оно не Ахмат, не относится к Ахмату. Понял. Понял. А почему потом вернули обратно? И что вы делали? Ну, вот вам сказали, да? Вы едете снова в боевые действия. Ну да. Вы понимали, куда вы едете, что будет примерно понимали. Вы, наверное, понимали, что происходит. Нет? Ну, если честно сказать, у меня особо насчет вот этого, такие вот моменты, вот, был еще никак не в сознании, что происходит. Потому что столько времени провел на территории. Понятно. Но вы же же видели. Ну, видел, да. Уже и ранения получили? До сих пор еще не понимали? Уже задней дороги просто нету. Понял. Задней дороги нету. И на запорожское направление вас? Запорожское направление. Там что? Ну, да. Вот так же вот отправили. Дальше мы сутки-полторы были в этом, в домике там. Угу. Дальше отправили в другой дом. После этого нас отправили уже на позиции. Ну, все. Ну, и на позицию пошли. Нам не поставили никакой задачи абсолютно. Мы просто поначалу носили вот то, что нам скажешь. 200. 200 помогли эвакуировать. Потом нас поставили на закрепление. Угу. Ну, в этом закреплении нас уже этот, как вам сказать. Ну, взяли в плен уже. А как это произошло? Ну, нас в этом блиндаже было, так, 7-8 человек. 7 человек было у нас в блиндаже. Ну, под утро. Мы там находились под утро. Пришли. Выходите, выходите, начали говорить с улицы. Ну, там еще темно, что никто ничего не видит. В темноте сидишь. А выходить, голову высунуть невозможно абсолютно. Над нами дежурили вот эти квадрокоптеры, дроны. Раз сперва открыли огонь, автоматная очередь сверху вниз, а мы внизу в блиндаже. Угу. Потом закидали гранатами. Угу. После гранат уже, я не знаю, вот в этом помещении температура раскалилась, я не знаю, до такой степени, что как будто бы ты в котле внутри смотришь, нет никакой огня, ничего не было, и началась уже одежда гореть. Ну, конечно. А сколько у вас там было человек? Нас было, мы трое вышли, четверо остались там. Не-не-не, всего в блиндаже вокруг? Четыре и три. Семь человек? Семь человек. Еще должны были прийти трое человек, я не знаю, они не пришли. Угу. В общем, вы всего семь человек. Семь человек. И вы говорите одежда прямо на человека. А одежда прямо, на мне обувь плавилась, расплавленная обувь у меня. А там бросили вот термобар, есть такая, я не знаю, я ее глазами не видел, но она раскалила температуру. В комнату просто ожоги, я получил ожоги, пулевое ранение и осколочное ранение. А которые были со мной ребята, получили ожоги и осколочные ранения. Почему вы не выходили? Вам же по-нормальному предлагали. Когда нам сказали, выходите, снизу, я не видел, что темно, кто-то начал огонь, я не знаю, кто его начал стрелять. Снизу от вас? Ну, от нашей комнаты, да. И все это произошло уже, я не знаю, вот как в секунды, в секунды, там просто ничто ты не сделаешь. И отсюда огонь, оттуда огонь, и нас закидали гранатами, там просто эти осколки летали. То есть вам предложили сдаться? Да, нам сказали выходите, нам не сказали сдавайтесь, нам сказали выходите. Ну, это одно и то же. Да, один раз сказали выходите, потом второй раз сказали выходите, не вышли. Потом сразу пошел огонь с нашей стороны вроде, и оттуда сразу, ну, перестрелка пошла. Кто-то из ваших, кто был в блиндаже, открыл огонь? Как вы оцениваете этот поступок? Ну, я не знаю, вот в этом положении, не смогу я вам ответить сейчас на этот вопрос, как его оценить даже. Просто не знаю даже, как ответить. Чисто просто, это хорошо или плохо? Правильно или неправильно? Ну, это просто, не знаю, правильно или неправильно, это неправильно, конечно. Ну, вот. Конечно неправильно, вот мы втроем вышли оттуда, и то нас, они вытащили оттуда, мы уже, можно сказать, еще секунды три, мы там остались, мы уже дышать нечем было, температура вот у человека лицо обожгло. А четверо погибло? А четверо остались, они изначально еще, как начали кидать гранаты, они скорее всего от осколков, ну, не знаю я вот. Их сразу, еще тогда за двух суток. Да, но потом она, нас вытащили оттуда, мы, маленькое было отверстие, в другом, в конце блиндажа, вышел первый, второй, их уже начали вытаскивать просто. Сами не выйдем, было обмунирование полностью, экипировки, его не сможешь выйти, вытащили нас, и сказали, все, вы взяты в плен, и там как, женевская конвенция. Понятно, понятно, и что себе, прямо на передовой прямо так рассказывали, что женевская конвенция? Ну, нам сказали по женевской конвенции. А, понял. Да, да, вот так, и все, мы пошли уже дальше. А как они поняли, что вас уже можно доставать оттуда, что вы уже не будете стрелять, вот мне интересно? Что мы безоружные? Да. Ну, не знаю, они увидели, человек выходит без оружия, уже видно, что нет оружия. А, так вы сами все-таки начали выходить? Да. Потому что вы говорите, что вас начали доставать. Нет, там было отверстие сверху, мы в это отверстие один полез, второй полез, а мы не думали, что их так много. И один полез, второй полез, третий уже, вот так вытащили они. И смотришь там уже, ну, они пришли как бы за нами. Ну, понятно. Они знали, что это... Это понятно. Что мы там находимся. Ну, над нами последние две ночи дежурили вот эти дроны. Голову высунуть просто невозможно было даже вот, ну, вот как было, вот, на улицу просто не выглянешь, не нужду справить, ничего сделать, вот все внутри. Понимаю. Такое дело. Понимаю. Понимаю. В общем, взяли вас в плен. Ну, в общем, вы в плену. В общем, вы... Такой вопрос. А если бы вы знали, вот... Ну, вы говорите, вы не знали. Или обратного пути не было, или, как вы сказали, заднего пути не было, да? Нет, ну, обратной дороги уже нет. Просто определят в пятисотый, и будут уже... Я не знаю уже дальше, какая процедура, но это нехорошо. Ислам, правильно? Ислам. Ислам. Смотри, Ислам. А что лучше, а чтобы определили в пятисотый, или чтобы отец остался без сына? То есть, трое детей остались без отца? Да, конечно, лучше для детей отца. Так. А сколько у тебя было шансов, чтобы твои дети остались без отца? То есть, на стиле? Ноль. Определяют в пятисотый, и также говорят, отправляют и наперед. Туда уже не сажают и говорят. Ну, я просто так же от разговоров чих-то сам я это не видел. Нет. Во-первых, правильно. Сам не видел. Во-вторых, когда ты был в России, вот как уже после первого ранения, после этой командировки, когда тебе говорят, будешь ехать, ты не мог сказать, что, слушайте, ребята, я не уже... сколько можно? Я что, тут самый главный военный? Сколько можно хватит? Ну да. Ну, на такие вопросы они просто руками отведут, и все. Ну, смотри, проще говоря, есть ты, твоя семья, твои дети. Да? Тебя отправляют на войну в мясорубку. Ага. Ты понимаешь, что у тебя шансов выжить? Шансов ноль. Не, ну как ноль? Ты же здесь. Не, ну имеется в виду, изначально, если будут там, а когда будут отправлять, я же не знаю, что со мной будет дальше. Выжить шансов якобы ноль. Ну, здесь, конечно, здесь я попался в хорошее место, как сказать, закон-порядок. Закон-порядок, это понятно, потому что мы цивилизованная страна, мы себе не можем позволять там неправильные какие-то действия. Но, а если бы тебя сейчас вот вернуть в ту ситуацию, где тебя отправляют вот повторно в Украину, ты бы тоже взял бы и поехал? Никогда в жизни. Так ты же говоришь, что… Ну, вот сейчас вот, если у меня будет еще одна такая же возможность, я уже буду просто… Ну, не знаю, я уже, у меня трое детей, я, не знаю, я считаю, что для детей отец должен быть, чтобы их… Мы рождаем детей, чтобы воспитывать их. Конечно. А не чтобы родил и бросил, а находиться сам где-то на чужой земле, а свои дети где-то там, я не знаю, что они едят, что они одевают. Холодные они или голодные, не думая об этом, находиться на чужой земле, решать чьи-то интересы. Вы же мусульмане, правильно? Я мусульман. Насколько я знаю, у мусульман, что одел и что поел, это, ну, второстепенно. А первостепенно, это какое ты ему можешь дать вообще воспитание? Воспитание, самое первое воспитание. А ты можешь ему дать воспитание, если ты погиб на чужой земле? Никакого воспитания. Как я ему дам его, если у меня даже нет дома? Если бы я даже находился дома, это уже был другой разговор. Не находясь дома, сейчас я не знаю, что я целыми днями думаю только об них. Я даже уже о себе не думаю, мне как бы наплевать на себя. Ну, у нас у всех есть такое отношение к себе, когда речь идет о наших детях, но здесь вот такого характера вопрос. Даже если взять тот же ислам как религию, а отношение религии, ислама к этой войне? Ну, в исламе нет такого, чтобы вот пойти и воевать, тем более это, ну, как не... Против меня никто не воевал, вот я сейчас неправильно поступаю. Логично. Вот сейчас против меня, в мой дом никто не пришел, и, ну, получается, меня отправляют, я сейчас и не могу ничего сделать. Меня отправляют, я должен пойти, как бы якобы я принимал присягу в 2024 году на срочной службе. Вот они будут исходить с этого. А воевать, конечно, война, она никому не нужна. Вы как бы субъект РФ, и вы принимаете присягу. Это понятно, но есть один момент. Вы принимаете присягу, что, служить народу? Защищать Отечество? Если вы считаете Россию, конечно, своим Отечеством, это уже такой более глобальный разговор, там, не проще ли было бы или не лучше ли было бы там Дагестану жить себе отдельно и не давать присягу никакому русскому царю? То есть... Ну, вот эти вопросы уже... Все равно оно уже от нас ничего там не зависит. Зависит. Ну, я... Да. Но если вы даете присягу даже служить народу и Отечеству, то скажите мне, пожалуйста, какой толк народу Дагестана? Или близлежащих там? Никакого толка абсолютно нет. От того, что путем десятков тысяч жертв или даже сотен тысяч жертв вы захватите в Украине какое-то село? От села не останется при этом уже ничего? Ну, конечно. Какой? В чем смысл? Никакого смысла в этом никто и не видит. Вот лично вот я вот задаете вопрос, я отвечаю. Это в Дагестане, кто живет, им хватает своего дома, своей семьи, все хватает. Просто не оставляют, если дома, что уже поделаешь? Я приехал сюда не от своей воли, как говорится. Нет, я не говорю, что вы приехали сюда от своей воли. Я говорю, что нас могут посмотреть другие люди из того же Дагестана. Да и не только из Дагестана, а нас смотрят разные люди. Ну, конечно, посмотрят. У вас есть знакомые, друзья? Есть, конечно, есть. Есть. Они могут посмотреть вас, послушать? Конечно, могут. Они могут на основании этого сделать вывод? Им как вообще? Нужно сюда ехать, не нужно сюда ехать? Ну, это уже, конечно, их дело будет. Так я и говорю, они могут для себя сделать вывод. Я же не говорю, скажите. Они сделают, скорее всего, вывод. Но какой они вывод сделают, я уже не знаю. Ну, понятно, понятно. Они, конечно, сделают вывод. Конечно. Уже исходя от этого видео, посмотрят. Они какие-то выводы все равно сделают, но... Расскажите еще про боевые действия. Если что-нибудь вы еще помните про боевые действия. Что вообще там происходит? Что вы видели? Насколько это страшно, не страшно? Насколько там можно погибнуть или нельзя погибнуть? Ну, погибнуть там в любой проблеме, там с этим проблем нет. Это не проблема, да? Погибнуть это не проблема. Там не проблема. Там каждую секунду можно просто двухсотиться. Каждая секунда там. И... Не знаю. Больше сказать я особо времени не провел там. Вот то, что... Вот так сказать. Погибнуть там проблем нет. Шаг влево, шаг вправо. Все заминировано. Все. Это единственное, с чем там нет проблем. Все летает постоянно под контролем. Все должно быть. Ну, напряжен. Весь в напряжении. После этого, я не знаю. После того, как вернешься. Если даже вернешься домой. Я не знаю. Человек уже просто психологически уже... Его нужно лично за себя скажу. Я уже повторно не готов ехать. Уже у меня не работает ничего. Но вы же понимаете, что при вот этом вот раскладе, что мобилизация она... Ну, типа как до конца, да? До объявления демобилизации. Да, демобилизации. Вас же никто не демобилизовал. Вы же просто вернулись из плена. Вас могут снова тогда... Ну, это уже... Конечно, я буду дальше обращаться. Просить, что у меня трое детей. Что я уже должен воспитывать их. И лечить себя. У меня и жена больная. Мы не можем уже детей бросить. И где-то на чужой земле находиться. Бросить свою семью, свой дом. Чьи-то интересы. Я не знаю там... Как это... Кому интересно, пускай, пожалуйста, идут. Один политический вопрос. Я понимаю, вы до беседы сказали, что вы хотите... Я понимаю, каких вопросов вы пытаетесь избежать. Но все-таки один политический вопрос. А кому же это все-таки выгодно? Ну, насчет вот этой политики я очень далек. Всю жизнь грузчиком проработал. Не знаю, вот выгодно... Скорее всего, кто выше. Точно не таким, как мы, простым работягам. Это всегда было и есть такое. Да-да. А говорить как можно? Просто говорить. Я просто предупрежу, что... Что запись? Под запись, да. И будете говорить. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш муж у нас в плену. Это жена наша? Это тетя моя. Это тетя моя. Ваш племянник у нас в плену. Вы знаете об этом? Да. Вы будете с ним говорить? Конечно. Разговор под запись и для публикации. Я вас предупредил. О, добрый день. Привет вам. Как ты? Ничего, нормально. Наконец-то мы узнали, что ты... Мы вроде жене звонили. Ну, она рядом с ней, видимо. А, да. Да, я тоже никак не мог... Вот вчера возможность такая оказалась. Мы же катались туда-сюда и вот потихоньку доехали до этого места, что здесь. Вы что, куда? Все хорошо. Да, да, все хорошо. Раны подлатали, кормят хорошо. Самое главное. Сейчас вот, не знаю, сейчас что-то насчет обмена ждем. Отправить, отправили, менять не хотят. По мобилизации пришла повестка, езжайте, поехали. А менять не хотят. А почему они так? Не знаю. По мобилизации вызывают, едем, а человек находится уже на... Должен, ну, получил ранение, вылечили, выходили, время менять. Это же, как это так? А, не знаю. Мы тоже хотим, бегаем, чтобы тебя на обмен списке подали. Тоже хотим тебя вернуть домой. Ну, так подали в списке или не подали? Ну, вот мы вот сейчас вот ездим по этому поводу. Понял. Говорите, говорите, я потом скажу. А. Понял. Вы что, куда едете? Мы, мы уж оттуда ездим. Мы были там в Ханкале. Вот. А вы что, на такси? В общем, мы, да, почти на такси, да. А. Вы этот, в Чечне, в Кали не были, да? Нет, мы были в Ханкале, где эта дивизия ваша или что там. Это же, это же Калиновская часть, правильно, 71 полк? Да. А, ну это не Ханкале, это наурский район. Ну, может быть, я все так путаю, может быть, Слан. Ну, у нас здесь вот вчера парень позвонил, тоже с нашего 71 полка, контрактник, тоже он, в части, в части его подали как без вести пропавший, хотя он находится со мной. Ну, тебя тоже так подали, ты тоже без вести прочислишься, без вести пропавшим. Ну, а почему они не интересуются, где их не военнослужащие, мне вот это интересно. Столько людей здесь... Подождите секунду, я сейчас передам. С этого момента поподробнее, пожалуйста. Что значит числится как без вести пропавший, если вот он здесь... Не будет не без вести пропавший, а без вести отсутствующим до выяснения, или он плену, или он погибший. Вот до этого случая числится как без вести, без вести отсутствующим. Это одно и то же, без вести отсутствующий, без вести пропавший, пропал он или просто отсутствует, я не знаю, какие там формулировки придумывают, но вот он здесь в плену. А что вам нужно сделать, чтобы доказать, что он в плену, я не понимаю? Ну, я не знаю, сейчас, наверное, какие-то бумаги нужны или... Ну, сейчас вот мы... Какие бумаги есть? У вас кто-то рядом там с вами есть? С вами рядом кто-то есть? Со мной есть его жена и ее брат. У нее есть телефон? У нее есть телефон? Да, это вот. Пусть достанет телефон, запишет, что вот он сидит с вами, разговаривает с экраном. Да. Ну, а они, видите, ничего не решают, все с части, видимо. С части уже все регулируют. Телефон возьмите, запишите, что вот он сидит здесь в плену. А, видео запишите с экрана? Записываем, вот это записываем. Да, и покажите вот этим людям, которые нас без вести теряют. Да. Вот. Мы вот, как мы узнали, что он этот... Ну, уже не стал выходить на связь. С этого времени мы уже беспокоим, и... Ну, везде, каково мы знаем, и фотографии, и везде все отправляем, и данные. Ну, никто не беспокоится, не... Ну, я не знаю, в общем. Сейчас мы вот стараемся... Стараемся... Хотим, чтобы тебя вот подали в списке, и вернуть тебя вот сюда домой. Так что вот, наверное, эти дни вот мы будем ездить в часть или там, куда надо. Будем узнавать, что надо для этого нам сделать. Да. И, конечно, какое-нибудь видео. Да. Покажите обязательно видео. И еще у меня такой к вам вопрос. Как вы думаете, что украинцы сделали плохого дагестанцам? Украина, наверное, ничего дагестанцам не сделала. Да. А зачем дагестанцы берут оружие и идут убивать украинцев? Ну, это вы знаете, он сейчас, как говорится, по мобилизации, он как порядочный гражданин. Пришла ему повестка, он пошел. А, то есть вы считаете, это порядочный поступок? Нет, не поступок, я говорю, что он порядочный гражданин. Порядочный гражданин, который делает порядочный поступок. То есть вот, взять оружие, пойти в чужую страну, людей убивать, это порядочный поступок. Но убивать, конечно, это непорядочно, да. А зачем еще можно взять оружие и пойти в чужую страну, чтобы что? Еще какие-то варианты есть? говорите пока-пока пусть пусть и вас заберут домой пусть покажут что мы правда заберу вот это видео так покажите им скорее чего человек находится и я не один здесь такой нас очень много здесь моя фамилия золкин моя фамилия золкин да меня зовут владимир золкин я у меня есть youtube канал там у нас все пленные мы публикуем интервью там тоже будет это видео они прекрасно понимают что он в плену они его не забирают домой только потому что они считают что им это не нужно потому что они могут игнорировать этот вопрос чем больше вы будете их спрашивать задавать вопросы ездить звонить тем больше шансов что он быстрее вернется дома вот это все что я могу сказать вам там будут рассказывать что его украина не отдает еще что-то украина его показывает вот он здесь сидит вот он здесь сидит вот мы хотим его забрать вот никто на душу не стоит у меня мы сами вдвоем за и мы хотим его отдать а россия наших пленных ну она так не показывает он знаете такие беседы не проводят это не пытаются как раз вот когда над душой кто-то стоит что-то такое делать совсем другое мы его хотим отдать мы готовы отдайте нашего бойца вместо него и мы его отправим вам домой чем больше они будут настаивать на этом тем больше шансов быстрее чем больше настаивать будете сегодня эти дни мы каждый день будем ездить будем настаивать на этом части приехали до до приехали вот мы оттуда только ехали вот остановились чтобы поговорить дома как ничего все хорошо дома все нормально браслеты показывают омар ассалам алейкум он с нами а так вот так что ислам ты нормально здоров ты здоровый сам самое главное ничего скоро будешь дома скоро будешь дома ладно заканчиваете хорошо главное там бегать ему здесь нормально кормят нормально в тепле в чистой одежде купку купаемся вовремя ну чистоте все нормально хорошо ислам это же эти дни мы будем каждый день будем там будем ходить узнавать что как все понял понял всем спасибо баркала делайте 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 дело чтобы он попал домой быстрее он нам здесь не нужен и передайте другим дагестанцам что они когда идут сюда они ничего порядочного не делают ничего порядочного в этом поступке нет мы вам ничего не сделали и мы к вам домой не пришли а вы к нам пришли я не правильно что скажу все правильное конечно вы бы так говорили если будет вам домой пришли но есть и ко мне домой уже пришли бы конечно я уже Мне тоже не понравилось бы, но не знаю, конечно. А он пришёл бы к вам домой, сказал бы, он как порядочный гражданин, порядочный своей страны. Порядочный гражданин своей страны, он порядочный гражданин своей страны в своей стране. Правильно? Да. В чужой стране ему что-то делать, как порядочному гражданину, нечего. Тем более, что ты не кадровый военный. Нет, нет, конечно. Ты отец трёх детей. Я ещё могу как-то понять, когда кадровые военные воюют. Ну, в России что-то кадровые военные закончились первых полгода, по-моему. Да, не ответил. Потому что потом какие-то просто мобилизованные зэки, онкобольные, инвалиды, старики. Ну, посмотри даже, кто здесь сейчас стоит в коридоре. Это что, похоже на военных? Так зачем Путин отправляет вот это всё? Всех этих людей? Может, даже он и не знает, всё же, наверное, до них не доходит. Какие вы наивные. Да ему просто наплевать. Ну, скорее всего, можете даже и так, но... Какие вы наивные. Ладно, по традиции, в конце разговора я предлагаю обратиться к своим землякам, друзьям. Ну и, я не знаю, приглашаешь их в Украину или лучше пусть не едут? Нет, конечно, не приглашаю. Лично на своём примере вижу ничего хорошего в этом тоже не вижу. Не знаю, не хотел бы пожелать кому-то оказаться. Вот сейчас, в данный момент я в неплохом положении, но вдали от дома, не на своей земле бросил своих детей. Попасть в такое положение, как ты сейчас попал, это тоже не так много шансов? Да, конечно, немного. Это, я не знаю, нам просто повезло. Вот я говорю, три секунды, и всё, у нас уже не осталось бы. Ни из строя, никого. Ну, не знаю, вот что ещё, так, не нужно, ничего, ехать. Если сказал, если нет, то всё уже сказал. Ну, конечно, всё. Вася, иди, занимайся. Вася, иди, занимайся. Я сам никогда в жизни не буду просить. В таком тебе положении? Вам всего хорошего, спасибо за то, что вы так приезжаете. Удачи. Помогайте, я это всё равно склоню. Возвращайся домой. Обязательно. И скажи другим, что там делать нечего, а нацистов тут нет. Да, я их уже увидел, я их в первый раз увидел. Это вы приходили тогда с наспортом? Да, да, да. Говорили, чтобы я вас позвал потом, потому что у вас нас. Да, я с вас согласен. Вы дадали вопрос, на который я не нашёл ответ. Я не знаю, как оправдать то, что люди оставят без крови. А, серьёзно? У нас так быстро закончилось наш диалог? Да. Так нет, подождите. Вы же тогда пришли. Вы какой-то такой интересный вопрос мне задали тогда? Я хотел. С порога, с порога. Я даже не понял. Вы вызываете всех или вы вызываете только тех, кто кто? Кто ругает Путина. А, кто ругает Путина. Мне вообще не надо от вас, чтобы вы ругали Путина. Зачем? Я вам могу просто привести несколько аргументов относительно того, что происходит. И относительно того, что говорил и говорит об этом Путина. Вы уже сами будете себе решать, ругать его там, не ругать. Тяжело, я понимаю, для чего сделал это Путин. Почему он защищает нашу Россию. Но почему такой ценой, вот это мне непонятно. На этот вопрос я не нашёл ответа. Нет, вы давайте. Мы с вами беседовать будем? Не готов. Не желаете. Нет аргументов, да. Домой не надо звонить? Нет. Так в смысле нет аргументов? Как это нет аргументов? У вас уже первый аргумент, что Путин защищает Россию. У меня был построен диалог на основании того, почему это произошло. То есть я вам задал вопрос. А давайте попробуем пообщаться. Почему? Но прежде чем мы пообщаемся, почему это произошло. Я вас спрашиваю, вы даёте добровольное согласие на записи публикации в нашей беседине? Нет. В таком случае идите. Спасибо. Я буду просто тратить время. Спасибо. Жаль. Нет, я вас позвал целенаправленно, потому что я вас отметил. Спасибо. Я думал, у нас с вами будет сейчас такой диалог, я вам расскажу, почему, как Россия вторглась в Крым. Нет, это я всё знаю. Вы мне зададите вопрос, на который я не смогу ответить, если я вам аргументы посыплюсь. У меня очень много таких вопросов. Я вам тогда вопрос задал с порога просто один. У меня с порога. А я вам сейчас два десятка таких вопросов задал. Я не думал, я понял, что вы меня разобьёте в пять. А вы пошли снайпером? Сколько вы людей убили? Нисколько. Я не сделал ни одного выстрела в вашу сторону. Почему? Потому что я пошёл снайпером, специально, потому что снайпер это профессия, которая имеет право. Вы сказали, имеете право выбора. Так а что ж, вы просто пошли посидеть с ружьём? Я просто пришёл узнать, почему всё это происходит. Почему? Имперские амбиции. Если кратко. Совершенно верно. Но только они не честные, эти имперские амбиции. Они брехливые, эти имперские амбиции. Они были бы честные, эти имперские амбиции, если бы о них было бы честно заявлено. У нас имперские амбиции. Мы вот тут вот, в общем, считаем, что всё это наше. Что мы вот это вот хотим вот это вот всё забрать, потому что считаем, что оно наше. Кратко, ясно и понятно. Мы понимаем, да, мы понимаем, от чего мы защищаемся. Мир понимает, что это за война. И вы понимаете, главное, за что вы воюете. Потому что 99% из всех вообще не понимает. И мне им нужно час объяснять, за что они воюют. И что если бы они погибли, то они бы погибли за имперские амбиции. Я считаю, это важно знать людям, которых завтра будут черви есть. Умные люди это знают, что это имперские амбиции, что задача сохранить империю. Император не любит чужих условий. Если бы ваши корабли стояли в Азовском море, то вы будете товарить условия императора. Корабли в Азовском море, это, зрители, полбеды. Беда в том, что у вас одна шестая часть суши вообще-то занимает ваша страна. Вы у себя быт наладить не можете. Вы уже знаете, что у вас две страны. Московское государство, и сейчас-то мы и Россия. Ну, это уже ваши субъективные. Я опираюсь на географические и политические карты. И понимаю, что у вас самая большая страна в мире. То есть Европу надо 10 раз сложить, чтобы получилась Россия. Ну, около того. При этом население России. 140 миллионов. А плотность населения России. Это на человека квадратный километр. То есть вы занимаете одно из последних мест в мире по плотности населения. Следовательно. А если посчитать, сколько вы потратили на эту войну, то вы могли бы... Ну, я считал. Я считал. Это очень приблизительно. Это как бы в сторону занижения приблизительно. Но если даже в сторону занижения приблизительно, можно было бы взять по 2000 долларов и просто раздать каждому россиянину в руки. Россия продавала газ в год на 300 миллионов миллиардов долларов. Не-не-не. Я беру чисто то, что потрачено на оружие, на боеприпасы. По 2000 баксов каждому в руки россиянину можно было раздать. По факту больше, но я про брехливую имперскость хотел сейчас только вам показать. Смотрите, даты и цитаты. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается... Результаты. Результаты это цели. Процесс может быть так. Но потом вы упоминали о том, что появились новые территории. Ну вот... И... Ну вот так. Это все-таки значимый результат. Какой он доволен. Для России. Да. Но только мы никому ничего не собираемся навязывать силы и не собираемся оккупировать территорию. Ну к чему? Ну вот это же самая огнедозная история. В принципе, и Гитлер тоже с этого начинал. А он, кстати, недавно оправдывал Гитлера. Не слышали, нет? В интерьере. Я думаю, что в этом месяце это закончится. Да как по мне, так хоть завтра. Ну идите, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok